Итак, вчера мы говорили о празднике каком? Йом Труа. Йом Труа. И мы говорили об этом празднике, как о празднике, в которой вспоминается о чем? О трубном звуке. О трубном звуке. И неплохо было бы помнить и прошлый трубный звук, и тот трубный звук, который еще предстоит, который еще прозвучит. Отлично. Теперь, дальше мы рассуждали еще о чем-то. О прощении. О прощении и покаянии. И мы рассуждали о покаянии как о способе изменить ситуацию. Нет, о способе восстановления отношений. О способе восстановления взаимоотношений с Богом. То есть, это не тот инструмент, который служит для изменения обстоятельств. Отлично. После этого мы говорили немного о прощении. И говорили о том, что прощение, оно в общем-то не совсем нормально. Да. Прощение, в нем заключено нечто, то, что не является справедливым, но то, что является милостью. И прощение, оно принадлежит нам по милости. И сейчас я хотел посмотреть на то, что же приводит нас к покаянию, шувея, и в конечном итоге потом дарит нам прощение. Итак, само желание Всевышнего приводит нас к покаянию. Языкиль, 18 глава, 27 и 28 стих. Языкиль, 18 глава, 27 и 28 стих. «И беззаконник, если обращается к беззаконию свое, какое дело, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений, какие он делал, будет жив, не умрет». Это то обещание, которое говорит нам Бог о том, что будет происходить с тем человеком, который творил беззаконие, но все-таки решил что сделать? Обратиться. Псалом 79, 4, 8 и 20 стих. Псалом 79, 4, 8, 20. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». И если Бог не восстановит, то не спасемся. И что говорит в Матвее 9, главе, в 13 стихе? Матвее 9, 13. «Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». И что он говорит, что он пришел призвать? Инициатива принадлежит кому? И что, он говорит, я пришел для того, чтобы призвать неправедников, но… Плачь Еремия, 5 глава, 21 стих. Плачь Еремия, 5 глава, 21 стих. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Обрати, и мы обратимся». Обратимся. Инициатива принадлежит Богу. Псалом 24, 8. «Благ и праведен Господь, поэтому наставляет грешников на путь». Кто наставляет грешников на путь? Не они сами. Иоанна 6, 44. Иоанна 6, 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Здесь, в общем-то, говорится странные слова. Если отец не привлечет, человек не может прийти. По сути, человек не способен на покаяние самостоятельно. Покаяние начинается с Творца. Выбор человека ответит на этот призыв. Еще раз. Выбор человека ответит на этот призыв. Но если Бог не привлечет, человеку не на что будет отвечать. Может ли быть такая ситуация, что Бог вообще не привлечет? Может ли быть такая ситуация, что Бог вообще не привлечет? Ну, как вам сказать? А как вы думаете? А могут быть не привлечены? Но это то же самое, тот же вопрос. Я повторю. Может ли быть такая ситуация, когда Бог не привлекает? Думаю, Бог сперва смотрит на сердце, а потом уже исходя из сердца. Мы же свои сердца не знаем. Так всех или не всех? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего одинородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий? Потом Ишуа сказал, ибо нет воли Отца вашего небесного, что погиб хотя бы один из малых сих. Из малых сих? Не желая, кто погиб. Угу. Так. Здесь опять не очевидно, что всех. Второе Петра 3.9. Второе Петра 3.9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Все. Желая, это значит все придут? Нет. Но тут написано, что все пришли к покаянию. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Тимофея, 1 Тимофея 2.4. Желает, хочет, все ли спасутся? Нет. Только это было выбор. Нет, но вопрос был изначально... Возначально же вопрос стоял так, призывает ли Бог всех? Как видим, Бог хочет и Бог призывает, но не все откликаются. Мы видим, что Бог хочет, но не всех призывает. А почему? Вопрос. А из чего вы видите? Однажды один из учеников Ишуа спросил его, почему ты хочешь открыться нам, а не миру? И Ишуа там говорит о любви к себе. Кто имеет заповеди и соблюдет их, тот возлюблен будет отцом моим, и мы придем к нему, обитель у него устроим. То есть все-таки у него есть определенные критерии, оценки, кому открываться, кому не открываться. Кого призывать, кого не призывать. Значит, не всем. Так всем или не всем? Нет. Ну, Бог есть любовь, Он любит всех. Он любит всех. Ну, любит всех и хочет всех. И желает, чтобы все пришли. Да. Духа Святого обличит людей, чтобы они пришли к покаянию. Напомните, как написано, Иоанна, по-моему, 13, 14, 15 глава. Да, пришел. Да, да, да. Это то, для чего пришел Дух Святой. Обличить о грехе, что не верует. Рассказать о правде и о суде. Ну, как бы, да. А кто уверует? А кто уверует? Послушайте, вопрос был задан очень четко. Всех ли, всех ли призывает Господь? Есть притчевый, Иоанн. Не все плетают. Он призвал сначала, да, много званых, мало избанных. Ну и что? То есть, второй этап призыва на Апир был как раз таки обращен ко всем. Иди и собери, кому можешь. Ишуа умер за всех людей. Его жертвы достаточно за всех людей. Те, которые жили когда-либо на этой планете, и те, которые родятся в будущем на этой планете. Он принес и искупил всех людей. Всех. На все времена. Аминь. Значит ли это, что все спасутся? Нет. Значит ли, что Он желает, чтобы все спасутся? Да, Он желает. Значит ли это, что Долготерпит? Да, Он Долготерпит. Всех ли призывает? Нет. Много званых, мало избанных. Итак. Ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего. Итак, изваление Божие происходит в чем? В избрании. Он избирает. И Он говорит, что мое избрание, оно не зависит от ваших дел. И я бы не спешил, я бы прочитал, а потом... Ибо когда они еще не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего. От того, кто призывает. Избрание зависит от того, кто призывает. Но не от ваших дел. Мы не сможем сказать, послушайте, ребята, меня Бог призвал, потому что я красивый, потому что я умный, потому что я смелый, потому что я сделал вот это, вот это и вот это. Поэтому Бог благоволил и призвал. Писание очень четко говорит, что призвание Его, оно не зависит от... Кого? От нас. Оно зависит только от того, кто призывает. И не от наших дел. И это разбирается на двух братьях. Сказано было, ей больше будет в порабощении меньшего. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, не правда ли у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеет, пожалею. Дальше идет история про Моше. Когда Бог говорит, кого помиловать, кого пожалеет, пожалеет. Всех ли помилует? Всех ли пожалеет? Но Он же не хочет смерти грешника. Но всех ли помилует? Нет. И здесь и написано, не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего. Только от Него все зависит. Не от желающего. Я очень хочу, помилуй меня. Он говорит, нет. Твое помилование зависит не от твоего желания, не от твоих подвязаний, не от твоего хотения, старания, умения, а от Него. Все становится на свои места. Помилование зависит от Него. Отлично. Идем дальше. И в описании говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проведено было имя мое по всей земле. Итак, и так, итог, и так. Кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Кого хочет, милует, кого хочет, что делает? Ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его? А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли, сделавшим его, зачем ты меня сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для подобного употребления, другой для низкого? Что же, если Бог желает показать гнева и явить могущество свое в великом долготерпении, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе с ними явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое приготовил к славе, над ними, которую Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Здесь говорится о чем? О воле. И говорится достаточно четко о том, что не зависит это от кого? От человека, от наших дел. Интересно, да? Теперь очень важный вопрос. Рассуждая таким образом, возникает вопрос, что от нас ничего не зависит. Что там написано? Верующий не постыдится. Нас интересует не вопрос верующих, а нас интересует вопрос всех людей. И нас говорится о том, что если он не призовет, то не может человек прийти. Если он призвал, тогда человек может прийти, тогда человек верующий, и тогда он и не постыдится. Но если он не призвал, может ли человек прийти к нему? Нет. Не может. Это нормально. И здесь вопрос о предопределении. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына и своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Итак, если он предопределил, то он призвал, то он оправдал, то он и, собственно говоря, прославил. То есть главное попасть с точки зрения человека в тех, кого он предопределил, призвал и так дальше. Если попал, ну, как в том анекдоте, а если на красный свет через двузную осевую, пьяный за рулем, ну, говорит, это джекпот. Так и здесь. Ну, то есть если предопределил, призвал, прославил, то это джекпот. Все. Счастливчик. Но здесь стоит очень важное слово. Кого он что предузнал. Знал наперед. Его предопределение основано на его предзнании. Его предопределение основано на его предзнании. И здесь мы приходим к очень серьезной вещи. К очень серьезной вещи. Знании будущего. Которую, которая может знать только Бог. Очень странно, в мыслях многих людей, причем верующих, кроется маленькое коварство. Они думают, что дьявол может знать будущее и предсказывать его. Ну, я понимаю, что вы продвинутые ребята, поверьте мне. Процентов у сорока верующих людей такое мнение есть. С тех, кого я опрашивал, я был сам слегка удивлен. И я спрашивал, может ли дьявол предсказывать будущее. И многие говорят, да. Если безумие не распорят Господа слава. Это одна часть. Но многие на основании того, что делают гадалки, экстрасенсы, медиумы и так дальше, на основании того, что они предугадывают будущее, или моделируют его, они думают, что дьявол знает будущее. Чему веришь, что и будешь, но это не знание будущего. Вы говорите о другой части. Еще раз. Вы говорите о другой части. Нас интересует точное знание будущего. Нас не интересует угадывание, угадывание с большой долей вероятности, моделирование будущего, включение верующих в будущее, веры нашей в будущее. Мы не говорим сейчас об этом. Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим только об одной вещи. Бог основывал свое предопределение на предзнании, на знании нашего свободного выбора. Если бы Он предопределил наше будущее вне зависимости от нашего выбора, извините, мы ни в чем не виноваты. Он сам во всем виноват. Сам все сделал, пускай сам и отвечает. Он же предопределил. А я, значит, только должен исполнить. Это фатализм. Но поскольку мы не знаем его предопределения, то мы свободны в своем выборе. Понятно, нет? Поскольку мы не знаем нашего предопределения, то мы свободны в своем выборе. И никто не сможет сказать, да ты предопределил меня. Знал ли Бог, что фараон ожесточил свое сердце? Знал. Приходили к нему и говорили, не надо тебе этого делать, отпусти этих пацанов. Говорю, э, не отпущу. Бог знал о его выборе. Знал. Говорит, ребята, идите, не отпустят. Некоторые вещи, которые происходят с нами, они предопределены. Некоторые или все? Некоторые или все? Некоторые или все? На самом деле все. Под определением подразумевается определенная программа или то, что Бог в курсе того, что будет? А Бог в курсе того, что есть. И будет. Потому что Он в начале творения и в конце. Для Него понятие будущего. Посмотрите на эту штуку. Она может быть другой. Каким образом? Не, 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 форма. Вот такая наша судьба. Она предопределена. Потому что Бог смотрит на мою судьбу, как на свершившийся факт. Она может быть другой. Почему? Потому что Он не живет в будущем. А для меня предстоит еще прожить все это. И для меня это полная загадка. Что со мной будет в следующий момент времени? Я не знаю. А он тоже не в курсе? Он что, не в курсе в следующий момент времени моего выбора? В курсе. Может ли моя судьба быть другой? Что такое? Он сознательное время говорит, что Бог творит в будущем, в будущем, в каждую сектору. Да. Только понятие время – это тварное понятие. Он объемлет его. Я живу вот здесь вот. Вот здесь я где-то живу. А Он в начале и в конце. Он объемлет меня. Для Него нет проблем. Для Него нет неизвестного в этом. Все дни. Все. Все. Без исключения. Но как только я понимаю это, то для меня как бы «вам!» Все, я уже ничего изменить не могу. Ничего подобного. Тебе-то, родной, будущее неизвестно. И поэтому, что я не вижу своей судьбы вот так вот, она мне неизвестна вот так вот, а я только вот здесь в самом начале, поэтому я спокойно делаю все. И для меня существует свобода выбора. И мои молитвы влияют на мое будущее. И по моим молитвам изменяется будущее. Но Он-то знал о моих молитвах. И никуда не диняло. Это все не понятно вообще. Что не... Нет, но вообще, это не понятно. Ну, это нормально, потому что Его пути – это же не наше пути. И, живя во времени, мы не можем понять того, кто в нем не живет. Живя во времени, мы не можем понять того, кто в нем не живет. И величайшее чудо, знамение – это предсказание будущего. Это пророчество. Величайшее чудо. Невероятное. Бог является Маше в горящем кусте и дает ему знамение. Какое знамение Всевышний дает самому Маше? Нет. Он сказал, вот знамение, которое я дам, совершите служение на этой горе. То есть, знамение последует после всего того, что Маше сделает то, чтобы ему было предназначено исполнение. Ну, не совсем так. Почему? Маше должен был пойти сделать нечто. Значит, но подтверждением того, что это делает Бог, Бог дает знамение, которое последует после того, как Маше совершит то, что должен совершить. Бог сказал, что я ожесточу сердце Параона. Стоп, 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 стоп. По тексту. Вот тебе знамение, что я послал тебя. Что, 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 что? Исход третья глава. Итак, вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта. Итак, вот тебе знамение. Вот тебе знамение, что я послал. Сейчас Маше находится в моменте, собственно говоря, посылания. Он говорит, послушай, вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь. Ты уже что-то сделаешь. Да? Я тебя послал. Ты выведешь. А знамение говорится о том, что послал? Нет. Знамение дается, что он послал. В знамении идет речь. Вот тебе знамение, что я послал тебя. Не кто-то другой. А именно я тебя послал. И Бог говорит, когда ты выведешь. Когда ты уже сделаешь. Вы совершите служение. Опять-таки. Закончено действие. Вы уже совершите служение. На этой горе. На этой горе. Да? Ты узнаешь, что я послал. Когда ты выведешь, и вы совершите. То есть, знамение само он получит после того, как ты вспомнил то, что должен исполнить. А знамение заключается в том, что он наперед сказал. Знамение заключается в том, что он наперед говорит. Послушай. А машина тогда скажет. А я пойду с ними в другую сторону. А я вообще не пойду. А я еще что-нибудь. Говорит. Ты не понял. Вы совершите служение на этой горе. Не на какой-то другой. А на этой. Возле которой я с тобой говорю. И ты узнаешь, что я тебя послал. Не тогда, когда будут величайшие чудеса. Не тогда, когда будет 10 казней. Не тогда, когда море раздвинется. Не тогда, когда ты будешь руку засовывать. Она будет высовываться. Здоровая, больная. Не тогда, когда посох будет превращаться сначала в змея, потом в палку. Не тогда все это ты будешь понимать. Все эти чудеса, Машея, любимый, не для тебя. Все это не для тебя. И мы, когда читаем, мы немножко не понимаем. Когда Машея бросил палку, она превратилась в змея. Там были пацаны, которые сказали, мы тоже так можем. Говорит. Единственное, да. Змей твой круче наших. Это да. Превратить палку в змея мы можем. Ну, вот твой как бы здоровее. Сожрал наших собак. Ну, он говорит. Послушай, Машея, чтобы ты понял, что я послал тебя, я даю тебе знамение. Я расскажу тебе будущее. Вот это невероятно. Вот это невероятно. Бог открыл ему будущее. И он точно сказал, когда ты увидишь, что то, что я тебе сказал, исполнится, исполнится, тогда таки ты поймешь, что я стоял за этим всем. Знамение в том, что он предсказывает, что? И это то, что характеризует только Бога. Когда он говорит, а я наперед сказал вам. А Ешо как говорил? И Ешо говорит, а я наперед говорю вам. Только Бог может сказать такое. Он говорил будущее. Он говорил будущее. И только Бог может говорить будущее. Почему так важно было для евреев знать пророчество? И когда пророчество пророка не сбывалось, такого пророк переставал быть пророком. Почему очень важно было? И почему в описании говорится, что вы в руках имеете вернейшее пророческое слово? Это вернейшее слово, вернейшее, что каждое предсказание будущего, оно исполнится. И не отменится, и не изменится. И это вернейшее слово. Это не может быть с большой степенью или долей вероятности это исполнится. Нет. Каждое слово дай аминь. И если хотя бы одно слово не исполнится, то это все не он сказал. И многие люди пытались доказать хотя бы один факт из этой книги, что он неправильный. Потому что это значило бы, что вся эта книга неправильная. Но как-то никому до сих пор не удалось. Ну и исполняет то, для чего оно было постаново. Да. Итак, предсказание будущего – это невероятное чудо. Невероятное чудо. И это надо понимать. И то, что сказал Ешуа, я наперед говорю вам, подтверждает еще и еще раз, что он был кем? Иначе он бы не мог этого говорить. Потому что только Бог может знать наперед. Итак, понятно немного с предопределением. Предопределением и предизбранием. Тогда, исходя из всего, что мы услышали, получается, у Господа есть любимчики. Правильно? Нет. Написано «предузнал». А как это понять? Знал наперед. Как ты поступишь? Как ты будешь к нему относиться? Бог знал свободный выбор человека. До самой смерти. До самой его смерти. И поэтому предопределил этого человека. Ага. Еще раз. Он знал всю судьбу человека. Не, ну это понятно, да. Все его решения, все его слова. И поэтому, что он знал, он сделал судьбу этого человека такой. Потому что он знал, он сделал его таким. Еще до сотворения. Еще до сотворения. И почему мы говорим на сегодняшний день, что он имеет план для нашей жизни, который он имел еще до того, как эта земля существовала. Потому что мы не знаем, он не творит нашу судьбу. Да, вместо нас он ничего не делает. Вместо нас он ничего не делает. Но он помещает нас в определенные обстоятельства. Он проводит нас через определенные какие-то вещи, формируя нас как личность. Он знает, кто его принял, кто его не принял. Поэтому ему добро было просаживаться. Он знал, что помещенный в такие обстоятельства этот человек сделает такой выбор. Что, 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 что? Ну, это непонятно, чтобы он был предопределен предать и все равно понять ответственность. Нет и нет. Еще раз. Давайте смотреть. Он был предопределен на основании того, что он предал. Опять. Возьмите вот эту картинку. Посмотрите сюда. Возьмите эту картинку. Еще раз. Нет. Вот это время. Оно имеет начало. Да? И творение, оно имеет конец. Потом будет новая земля, новое небо. Оно имеет конец. Это творение. У этого творения есть начало. Когда нам Библия говорит в начале, то это не было начало у Бога. Это было начало этого творения. Это не было начало Бога. и он в начале и он в конце. Да? Иуда есть? Иуда есть. Он здесь живет. И здесь же он предает. И там же он умирает. Но для Иуды, если мы находимся вот здесь, Иуда есть? Нет. все это время Иуда нету. Правильно? А для Бога? Знает ли он все дни жизни Иуды? А Иуда же еще нету в этом мире. Еще раз. Иуда есть? У Бога. А физически? Вот он родился. Вот он родился. Он еще не сделал ничего доброго или худого. Но Бог знает, что в определенных обстоятельствах этот человек совершит этот выбор. Конечно знает. Подождите секундочку. Это ваш выбор еще нету. Это не выбор. Это предопределение. Нет. Он знает. Это выбор. Скажите пожалуйста. Нет. Предопределение нет сруб. Окей. Нет. Это не выбор. стоп. Стоп. Скажите пожалуйста. Скажите пожалуйста. давайте мы порассуждаем о простой вещи. Вы отсюда куда пойдете? Нет. Отсюда. После школы куда вы пойдете? После занятий. В школу. Отлично. В школу за детьми. Это ваш выбор? Нет. Это предопределено. Это предопределено. Вы уверены? А вы уверены в том что предопределено что вы попадете в эту школу? Да. Что возможно может случиться по дороге. Вы уверены в этом? Уверены. Это ваше намерение? Это ваш выбор? Бог меня хранит же. А я же не сказал что случится что плохое. А я разве сказал что что должно плохое случиться? может что-то хорошее случится? И вы поедете туда не пойдете? Вдруг ваших детей приведут сюда? Откуда вы знаете? я ни с кем не договаривалась. Вы ни с кем не договаривались. Я же не говорю. Я же не говорю о том что вы что-то сделали. Сейчас я говорю о вашем решении. Правильно? А вы ваше решение возводите в ранг чего? Предопределение. понимаете разницу? Но вы же не знаете что Бог предопределил? Или знаете? Нет. И тогда вопрос так это ваше решение или его предопределение? Не знаю. Твердая пища для меня я согласна. Нет тут вопрос не в твердости пищи. Смотрите. Теперь послушайте вы теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и поживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Послушайте вы сегодня говорящие пойду в школу и заберу. Он говорит откуда вы знаете? Еще раз. Это мое решение я так решил сделать но это его решение? нет. Иак говорит теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город поживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы которые не знаете что случится завтра. можно получается все-таки есть какой-то план Божий в нашей жизни но мы получается есть дорога как бы вот как сказка да Леша там перед ним три пути и вот один путь Божий а два небожих и вот я выбираю из них куда мне пойти да он знает ты выбираешь но он знает не это понятно предопределение не оставляет тебе возможность выбора ты родился на то чтобы умереть а Бог говорит нет ты родился для того чтобы прожить но в конце ты сделаешь плохой выбор и ты помрешь я знаю об этом мне жалко но ты помрешь сам добровольно значит получается так что мы планируем что мы знаем это наш выбор а то что мы не знаем нашу судьбу это Божье предопределение нет да нет еще раз мы находимся в легком состоянии шизофреникам сейчас я сейчас я объясню о чем идет речь мы пытаемся одновременно быть и людьми и Богом сразу мы же рассуждаем о двух вещах о его предопределении которое нам неизвестно первое о его предопределении которое нам неизвестно он смотрит на нас как на свершившиеся уже факт это то что я пытался объяснить послушайте он то смотрит на меня как на того кто уже родился кто прожил и кто умер и тот кто уже посажен рядом с ним на небесах он уже смотрит на всю картину потому что он не находится вместе со мной во времени он не проживает со мной это понимаете понимаете а я живя здесь и не знаю его предопределения планирую решаю выбираю а он планирует для меня обстоятельства зная мой правильный выбор или неправильный выбор но я то этого не знаю поэтому если бы он мне сказал послушай родной твоя жизнь вот так началась и вот так закончится вот тогда бы у вас не было никакого выбора да я мог но поскольку вы не знаете поскольку вы не знаете то вы свободно выбираете живете и делаете все что вы хотите планируете но он говорит в своем слове через апостола Якова он говорит ребята задумайтесь просто задумайтесь что вы не знаете что случится завтра он говорит поймите вы не боги вы не знаете что случится завтра что такое жизнь ваша пара являющаяся на малое время а потом исчезающая вместо того чтобы вам говорить о он говорит вы должны говорить не так как вы говорите а должны говорить иначе Если угодно будет Господу И живы будем То сделаем То или другое Знаете как в старом анекдоте В одной пятидесятнической семье Муж и жена садятся за стол Период гонений Она ему ставит Тарелку борща На стол он садится Говорит помолись Поблагодари Бога Чтоб все было нормально Говорит что ж тут может быть уже ненормально Говорит все Вот борщичек Говорит помолись Если Богу будет угодно То все будет хорошо Он берет эту ложку В дверь врывается И он на двадцать пять лет Через двадцать пять лет Стук в дверь Жена спрашивает Кто там Иван Если Богу будет угодно Перерыв